Здравствуйте, это разговор на чистоту и наш гость сегодня генеральный директор открытого акционерного общества Оренбург Нефть Игорь Рустамов. Здравствуйте. Мы с вами первый раз встречаемся с того момента, как вы заняли свою должность, если не ошибаюсь, как раз полгода, как вы руководите Оренбург Нефтью, предприятием крупным и, наверное, наиболее важным в Оренбургской области. Какими были для вас эти полгода? Как вы оцениваете коллектив, в который пришли дела на предприятии? Ваши впечатления? В целом могу сказать, что эти полгода прошли достаточно продуктивно. В первую очередь, с точки зрения формирования обновленной команды, нацеленной на дальнейшее выполнение производственных программ и задач. На сегодняшний день много говорят о тех процессах реструктиризации, которые проходят в Оренбург Нефть. Что такое реструктиризация? Это, по сути, процесс адаптации компании к изменяющимся условиям внешней среды и внедрение существенных изменений в бизнес в различные подсистемы организации. Все эти изменения инициируют организационный потенциал компании таким образом, что деятельность ее становится более эффективной. Игорь Фаев, чтобы было понятно нашим телезрителям, в кадровом, в географическом планах эта реструктуризация как будет выглядеть? Насколько сильно затронет коллектив компании? Коллектив компании затронет следующим образом. Все, что касается наших месторождений и тех подразделений, которые работают на месторождении, там изменения минимальны. То есть, там произошло укропнение цехов и в целом система остается прежней. В первую очередь, реструктиризация затронула систему управления на уровне аппарата управления. Поэтому в географическом плане штаб-квартира в целом, объединенная Оренбург нефти, будет находиться в городе Бузулуки. Значит, в традиционных местах присутствия в Сорочинском нефтяном регионе и Богорусланском нефтяном регионе остаются только те специалисты, которые необходимы там для, так скажем, ведения повседневной деятельности. Для добычи? Для добычи, совершенно верно. А основной аппарат управления, он будет сосредоточен в одном месте и будет осуществлять свою деятельность из города Бузулука. А если уж покидаться умными и серьезными терминами, вот этот синергетический эффект от слияния, грубо говоря, управленческих кадров в Бузулуке, каким-то образом аппарат управления сократится и на что пойдут высвобождаемые средства? То есть это будет чистая прибыль компании или будете набирать производственников? Любая реструктиризация, о которой я говорю, никакой цели в части сокращения численности не преследует. В первую очередь мы совершенствуем с помощью единообразия подхода свои собственные бизнес-процессы. То есть, условно говоря, решение принимается быстрее, рынок подрядных организаций, которым мы управляем, становится более единообразным и монолитным. И здесь мы также достигаем эффективность. Что касается сокращения издержек, о которых вы спрашиваете, они тоже имеют место быть, но это не является главной задачей. Приведу пару примеров. Например, одни и те же специалисты выполняли раньше рутинную работу, связанную с подсчетом, с каких-то статистических данных. При этом все это делалось в Бузулуке. Это одна группа специалистов, в Сорочинске вторая, в Богоруслане третья. Теперь в этом нет никакой необходимости. Поэтому тот потенциал, который высвобождается в лице вот этих высококвалифицированных специалистов, переориентирован совсем на другие задачи, которые в конечном итоге должны дать большую отдачу. Короткий вопрос, надеюсь на короткий ответ, чтобы закрыть эту тему и перейти к другой. Вы 30 лет в профессии, поработали во множестве компаний, были руководителем. Если оценивать Оренбургнефть в структуре ТНКБП, оценить с точки зрения эффективности? Это одна из самых высокоэффективных дочерних предприятий ТНКБП. 11 месяцев текущего года уже за спиной. Какие-то предварительные итоги года, наверное, можно подводить. По добыче, как сработала Оренбургнефть в этом году? В целом, по добыче, как я уже сказал, мы добудем где-то 20 миллионов 270-260 тысяч тонн, что, в принципе, сравнимо с показателем 2011 предыдущего года. При этом мы по основным показателям пробурим и введем в эксплуатацию примерно 115 новых скважин, проведем зарезку вторых стволов. Это такой способ, так скажем, вовлечения дополнительных запасов, зарезка вторых стволов называется, на 76 скважинах. Что позволит им стать более эффективными? Что позволит им вообще добывать нефть, дополнительную нефть, так скажем. В целом, мы освоим объем инвестиций на уровне, без, так скажем, программы газа, о которой, может, там чуть попозже поговорим, на уровне 33 миллиардов рублей. Это вот объем инвестиций, который осваивает Оренбургнефть в конкретном 2012 году. Вы несколько предупредили мой вопрос. Давайте поговорим про инвестпрограмму. Потому что год от года инвестпрограмма, если и кардинально не увеличивается, то, по крайней мере, не сокращается. И журналисты, и эксперты рынка очень любят сравнивать инвестпрограмму Оренбургнефти с бюджетом Оренбургской области. То есть, цифры вполне себе сопоставимые. Если говорить про год 2013, инвестиции в каком объеме будут и на что они в первую очередь пойдут? Примерно в таком же объеме и будет в 2013 году наши инвестиции. То есть, где-то около миллиарда долларов? Это около миллиарда долларов в развитии, в бурении скважин, в строительстве соответствующей инфраструктуры. И примерно 270-300 миллионов долларов в завершении программы ГАЗ. Хорошо. Если уж мы второй раз заговорили про программу ГАЗ, третьего случая ждать, наверное, не будем. Программа ГАЗ. Генеральный директор, вице-президент ТНК БП и генеральный директор ТНК БП Оренбург Олег Димов недавно на встрече с журналистами шутил, что то, как реализуется программа ГАЗ, очень сильно расстраивает муниципальные власти некоторых районов. Потому что раньше они получали так называемые экологические отчисления от ТНК БП, а сейчас с реализацией программы ГАЗ вроде как с экологией все становится отлично, а вот с бюджетом не очень. Это так, в качестве шутки. Насколько на сегодняшний день программа ГАЗ реализована, в каком объеме? И чего вы ждете помимо улучшения экологической ситуации? То есть, эффект экономический какой должен быть? Безусловно, реализуя программу ГАЗ, мы преследовали две цели, которые вы упомянули. Это, так скажем, экологическая составляющая и эффективность в целом этого процесса. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, приведу пару цифр. Значит, в целом Оренбургнефть на сегодняшний день эксплуатирует порядка 100 нефтяных месторождений. И стояло примерно 5 лет тому назад, когда дан был старт этой программы, стояла очень непростая задача. Каким образом сделать так, чтобы весь тот попутный нефтяной газ, который горел на факелах, каким-то образом направить, так скажем, на пользу и компании, да и в целом и государству тоже. Поэтому была и разработана эта соответствующая стратегия, которую мы сегодня называем программой ГАЗ. И она начала свою реализацию. Кроме того, что мы достигаем очевидных вещей, на первый взгляд, это гашение факелов, есть еще вторая составляющая. Этот газ, он соответствующим образом подготавливается, очищается. Из него выделяются дополнительные жидкие углеводороды, из которых потом можно делать бензин, что угодно. А сухой газ направляется, так скажем, в систему Газпрома и дальше там по потребителям. Эта программа, на самом деле, она очень непростая, она достаточно затратная. Но могу вам сказать, что основные объекты инфраструктуры будут запущены буквально на днях. Это, в первую очередь, вторая очередь Зайкинского газоперерабатывающего завода. Который, в принципе, достаточно давно уже действует. Да. Значит, это железнодорожный терминал, там же на Зайкинском газоперерабатывающем предприятии, который позволит нам выделять из газа вот эти жидкие составляющие и транспортировать по железной дороге. Это запуск, установки, подготовки газа на Покровском нефтяном месторождении, ну и, так скажем, ряд других объектов. Газопроводы, узлы учета, там всего я не перечислишь. В целом могу сказать, что, если говорить в цифрах, то процент утилизации газа, тот, который устанавливается в законодательстве, на уровне 95%, мы с реализацией этой программы в этом году не достигаем. Мы достигаем порядка 75-76%. Но если бы мы эту программу не запустили бы 5 лет тому назад, у нас бы сегодня в лучшем случае было бы там процентов 30. Поэтому мы движемся в том направлении, которое, в общем-то, избрали. И в течение вот оставшихся двух лет, это в 2013-2014 годах, мы достраиваем все наши объекты, инфраструктурные объекты, и, начиная с 2015 года, будем иметь 95% этим самым выполнять, так скажем, все лицензионные обязательства, которые наложены на нас, как на недропользователей. Если отталкиваться, опять-таки, от программы ГАЗ и уходить к инвест-программе, часто в куларах идут разговоры о том, что той или иной компании, сейчас речь не идет про Оренбургнефть, только лишь, а надо привлекать местных подрядчиков. Как выстраивается работа с оренбургскими предприятиями? Есть ли у них какой-то приоритет? И удается ли находить общий язык в полной мере? С нашими подрядными организациями, это вообще, опять-таки, для справки. На сегодняшний день в Оренбургнефти действует приблизительно 500 подрядных организаций, всякого разного уровня. 500. Это очень серьезная цифра. И, в принципе, управлять вот этим рынком тоже достаточно непросто. Поэтому, для того, чтобы обеспечить партнерские отношения, мы и проводим мероприятия, которые, например, проводили сегодня. Это наша такая региональная встреча, где присутствует руководство компании, руководство филиала и основные подрядные организации, где мы, в общем-то, обсуждаем все проблемные вопросы и пытаемся найти, так скажем, общий язык. Относительно приоритетов, вот вы сейчас задали вопрос, а есть ли приоритеты у именно оренбургских подрядных организаций. Я могу сказать, что в целом таких привилегий и приоритетов по территориальному принципу не существует. Нет, ну понятно. Их не существует нигде. Бизнес есть бизнес. Кто эффективнее, тот и лучше. Но могу вам сказать, что само по себе территориальная принадлежность подрядных организаций и близость их к нашим нефтедобывающим активам это и есть приоритет. Это на самом деле конкурентное преимущество, когда подрядчик находится в регионе, ему не надо куда ездить, ему не надо тратить какие-то значительные средства на перебазировку и так далее. Ну да, собственно, об этом речь и шла. Что к тому, что в самой Оренбург нефти работают тысячи и тысячи сотрудников, еще к тому же вы даете работу тысячам, может быть, и десяткам тысяч других оренбуржцев. Спасибо большое, Игорь Фаевич. К сожалению, время программы не безразмерно. Я надеюсь, что мы с вами обязательно еще встретимся в этой студии, наверное, уже в следующем году и поговорим о том, как Оренбург нефть вошла в год 2013. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok